Девятиклассники Вы разобрались в этой теме, но и воскликнули, а ведь это очень легко. Итак, посмотрите на задание номер три, пунктационный анализ, который встречается в вашем экзамене. Расставьте знаки препинания, укажите цифры, на месте которых должны стоять запятые. Я предлагаю вам посмотреть на два предложения и увидеть в этих предложениях нечто общее. Болело сердце, вернее, он его чувствовал, как будто в грудь положили тяжелый булыжник. В этом предложении выделена часть, как будто в грудь положили тяжелый булыжник. Ответы есть на слайде. Я думаю, вы без труда разберетесь, что в этом предложении есть вводное слово и есть предаточное предложение. Звенящий, острой, как отчаяние нотой, ворвался вой в монотонный шум дождя, прорезая тьму. Вы видите, что в этом предложении выделено словосочетание как отчаяние. И вы без труда можете назвать, если вы неплохо знаете пунктуацию, что в этом предложении есть однородное определение. Здесь есть обособленное обстоятельство и, соответственно, цифры верно расставлены. Что же общего в данном случае между двумя выделенными частями предложения? Здесь есть единый опознавательный признак, есть здесь слово «как». И поэтому сегодня мы с вами поговорим о том, как ставятся знаки припинания в конструкциях с союзом «как». Что для нас важно? Для нас важно обобщить наши знания о постановке знаков припинания при союзе «как» и, безусловно, рассмотреть самые сложные случаи постановки запятой. Итак, начнем. Первый и самый легкий способ, когда мы точно знаем, что запятая перед союзом «как» ставится, это сложное предложение в его предаточной части. Слово «дед» здесь сюда написано с большой буквы, потому что так писали в его доме с тех пор, как он стал дедом. Итак, «как он стал дедом» — это предаточное предложение и, безусловно, перед союзом «как» запятая ставится. Он представлял себе, как мама войдет в комнату и увидит, что его уже нет. Как мама войдет в комнату и увидит — это предаточная часть. От главной мы задаем вопрос. Он представлял себе, что именно. И начинается эта предаточная часть, и присоединяется она с союзом «как». Естественно, перед союзом «как» мы запятую ставим и всю предаточную часть выделяем запятыми. А теперь внимание. У нас существует не только союз «как», но союз «как» входит в состав других союзов, так называемых составных сопочинительных союзов. Перед тем «как», «подобно тому как», «по мере того как», «после того как», «тогда как». В этом случае запятая ставится перед всем союзом. Чаще всего ставится перед всем союзом. Но существуют некоторые вариативные случаи, когда вы можете, как автор своего же предложения, поставить запятую перед союзом «как». И это будет действительно все зависит от вашего выбора. Такие вариативные случаи экспертами при проверке ваших заданий не учитываются. Примеры. Герасим остался неподвижным между тем, как лодку волной сносила к городу. Вы в этом случае видите, что запятая стоит перед всем составным союзом. «Мы не встречались с тех пор, как он уехал». А вот в этом случае правомерно и можно поставить и перед всем составным союзом, но можно поставить и перед союзом «как». «Мы не встречались с тех пор, как он уехал». Еще один важный нюанс, еще одно важное замечание. Давайте будем помнить, что союз «как» входит и в состав двойного союза, но только уже не в сложно подчиненном предложении, а в сложно сочиненном. И в этом случае, естественно, перед самим союзом «как» запятая не будет ставиться, а вот перед его второй частью в обязательном порядке. «Я имею поручение как от судьи, так равно и от всех наших знакомых примирить вас с приятелем вашим». На слайде вы видите, что двойной союз выделен, но при этом запятая стоит только перед его второй частью. У Сибири есть много особенностей, как в природе, так и в людских нравах. Обратите внимание, что только перед второй частью двойного союза в этом случае ставится запятая. Идем далее. Запятая ставится, нужно помнить, и в тех случаях, когда союз «как» входит в обороты «ничто иной как», «ничто иное как». В этом случае запятая ставится действительно только перед «как». В человеке порядочном патриотизм есть «ничто иное», как желание трудиться на пользу своей страны. Это сделал никто иной, как ваш новый приятель. И таким образом мы с вами помним, что в этом случае союз «как» нам сигналит. Он опознавательный признак пунктограммы. Запятую поставить нужно обязательно. Следует упомянуть, когда мы говорим о конструкциях союзом «как» и вводной конструкции. Обратите внимание, что на слайде перечислены многие встречающиеся из них. В состав этой вводной конструкции могут быть добавлены другие слова. И тогда это будет не просто словосочетание, а вводное предложение. Но в любом случае вводная конструкция в обязательном порядке выделяется запятыми. Итак, что за вводные конструкции? Самые распространенные из них – как кажется, как видно, как на беду, как нарочно, как слышно, как думаю, как считаю, как помню, как говорят, как считают, как известно, как указывалось, как оказалось, как говорили в старину, как бы сказать, как водится и так далее. Я думаю, что вы неоднократно употребляли эти конструкции в своих письменных сочинениях. Поэтому напоминаю, что не только в задании номер 3 проверяется ваше умение ставить знаки припинания, но, безусловно, ваши пункционные навыки проверяются и при написании сжатого изложения, и при написании сочинения рассуждения. Поэтому будьте, пожалуйста, внимательны и помните, что союз «как» может входить в состав вводных конструкций. А теперь давайте попробуем потренироваться. Итак, первое предложение. Как выражаются моряки? Ветер крепчал. Союз «как» входит в данном случае в состав вводной конструкции. Как выражаются моряки? Мы, безусловно, выделим запятой. Никто иной, как Миша, взялся защищать друга. Вы видите, что здесь употреблен оборот «никто иной как». Напоминаю о том, что в этом обороте запятая ставится именно перед союзом «как». На форуме мне встречаются как профессионалы, так и любители. А здесь нам встретился двойной союз «как», «как», «так и». Безусловно, перед самим союзом запятую мы не поставим, а перед его второй частью обязательно. Я ни разу не видел соседа после того, как разговаривал с ним о сыне. В этом случае, как разговаривал с ним о сыне, это предаточное предложение. И поэтому перед союзом «как» мы запятую поставим. За прилавком «как» вводится стоял Николай Иванович. Вводная конструкция в данном случае запятыми выделяется обязательно. Воображаю, как теперь тихо в квартире. И снова мы встретили случай, когда союз «как» употребляется в предаточном предложении. Как видите, самые частотные случаи употребления союза «как», это, конечно же, и чаще всего в предаточном предложении. А теперь те моменты, когда запятые не ставятся. В первую очередь, это фразеологизмы. Вы очень часто пользуетесь семивусной речи, иногда они попадают и в речь письменную. Нужно что помнить? Нужно помнить о том, что в середине фразеологизма, то есть перед союзом «как», никогда не ставится запятая. «Бояться, как огня», «вбежал, как сумасшедший», «голоден, как волк», «ждать, как манны небесной», «здоров, как бык» и так далее. Все эти фразеологизмы представлены на слайде. Но, боюсь, что я перечислила их далеко не все, их на самом деле намного больше, можно сказать, что в несколько раз больше. Самое главное, чтобы не ошибиться, действительно их нужно знать, помнить и умело использовать. Давайте найдем словосочетание, устойчивое словосочетание в предложениях. «Я легкий, как перышко, и беспечный, как дитя». Надеюсь, что вы без труда выделите фразеологизм «легкий, как перышко». «Я дрожал, как осиновый лист», «Слова застревали у меня в горле». Я думаю, что вам знаком фразеологизм «дрожать, как осиновый лист». «После упоминания, что я пойду к врачу, болезнь «как рукой сняло». Конечно же, знакомое выражение «как рукой сняло» тоже является фразеологизмом и запятая в данном случае «не ставится». «Отсюда был виден, как на ладони, и маленький пляж, и рыбацкая лодка». «Виден, как на ладони» тот самый фразеологизм «где не ставится запятая». «Район я знал, как свои пять пальцев, а мой друг не очень, поэтому заблудился». И снова мы встречаем знакомый фразеологизм «знать, как пять пальцев, и запятая, как вы видите, не ставится». Это не все случаи употребления конструкции с союзом «как». Поэтому нужно обратить внимание еще на два интересных момента. Мы ориентируемся с вами на слово. Итак, если у нас есть слова «как правило», «как исключение», «как обычно», «как всегда», «как прежде», «как сейчас», «как нарочно», эти слова обязательно выделяются запятыми. А вот слова «не», «совсем», «совершенно», «почти», «вроде», «именно», «точь в точь», «просто» и «прямо» не требуют того, чтобы была поставлена запятая перед союзом «как». Вот эти вещи нужно различать и помнить. Натальи, как всегда, не было дома. Мы выделяем. Как правило, нам все сходило с рук. Мы выделяем в данном случае эти выражения. А в предложениях он поступил не как друг. Дети иногда рассуждают совсем, как взрослые. Волосы у девочки вьются, точь-в-точь, как у матери. Вот в этих случаях не выделяется. Попробуем применить наши знания для выполнения задания номер три. Расставьте знаки припинания, укажите цифры, на месте которых должны стоять запятые. В окно светило солнце, и, как обычно, я собирался вылезти из кровати, чтобы сходить умыться. Но тут вспомнил неудачный вчерашний вечер. Итак, это правильный ответ к этому заданию. И обратите внимание, знакомое нам слово, выражение «как обычно» в данном случае обязательно выделяется запятыми, и в ответе мы указали цифры 2-3. Кто-то делает окрошку на кефире, любя его больше всего, кто-то на квасе, а вы на всем одновременно, потому что у вас все не как у людей. Итак, мы снова видим выражение «все не как у людей», но это выражение в ответе не отмечено. Почему? Потому что является фразеологизмом, а, соответственно, запятая здесь не ставится. А теперь, наверное, самый интересный и самый необычный момент во всем правиле. Если вы любите игру, то союз «как» предлагает вам именно это. Союз «как» в некоторых случаях можно заменить словами, синонимами. И если вы научитесь удачно заменять, и при этом будете понимать, что смысл предложения совершенно не меняется, то тогда вам удастся абсолютно без ошибок расставлять знаки препинания при союзе «как». Итак, если можно взять слово «подобно» и заменить этим словом «союз как», более того, блок, которым присоединяется это слово, опустить совершенно из предложения, то тогда перед нами будет сравнительный оборот, то есть обособленное обстоятельство, одно из самых ярких, наверное, художественных средств в литературе. И в этом случае оборот будет выделяться запятыми. Если же вы не сможете убрать из предложения этот блок, то тогда перед нами составное именное сказуемое, и, безусловно, между подлежащим и сказуемым знаки препинания не ставятся, а значит и блок с союзом «как» тоже не выделяется запятыми. Если вам удастся увидеть, что значение этого блока, значение причины, то есть можно заменить словами «потому что» или «будучи», то перед нами приложение, которое выделяется запятыми. А если эта характеристика с одной стороны, и вы можете заменить словами «в роли» или «в качестве», то это то же самое предложение, но по правилам пунктуации оно запятыми не выделяется. Итак, давайте попробуем. Те случаи, когда «как» заменяется словом «подобно». Герасим как лев выступал сильно и бодро. Герасим как лев. Мы заменяем в первом случае словом «подобно» и получается «Герасим подобно льву выступал сильно и бодро». Герасим подобен льву. Но если в первом случае мы можем безболезненно опустить из предложения Герасим выступал сильно и бодро, то во втором случае, убрав подобно льву, мы не получаем должного предложения. Смысл этого предложения затемнен. И маленькая подсказочка. Когда оборот со словом «как» выступает в роли составного именного сказуемого, как мы видим во втором предложении, то, естественно, в таком предложении не будет простого глагольного сказуемого, то есть не будет никакого глагола. Озеро ослепительно блестело на утреннем солнце, как зеркало. Озеро как зеркало. Подобный вариант, и вы видите, что в первом случае мы можем безболезненно опустить. Озеро ослепительно блестело на утреннем солнце, подобно зеркалу. А во втором случае у нас снова не останется от предложения ничего, только слово «озеро». В первом случае мы выделяем запятой, во втором случае – нет. Отец и мать ей как чужие. Воздух чистый, свеж, как поцелуй ребенка. В данном случае у нас непохожее предложение. Давайте попробуем разобраться. Если мы заменим сначала оборот «как» словом «подобно», «отец и мать ей подобно чужим». И попробуем опустить из предложения, то у нас получится следующее. Отец и мать ей. И это предложение, конечно же, не имеет смысла. А значит, «как чужие» является составным именным сказуемым. Воздух чист и свеж, как поцелуй ребенка. Воздух чист и свеж, подобно поцелуй ребенка. И если убрать этот смысловой блок, то предложение будет иметь смысл. Воздух чист и свеж. Еще один пример. Луна как бледное пятно сквозь тучи мрачное желтело, знакомая строчке. Если мы заменим словом «подобно», «луна подобно бледному пятну сквозь тучи мрачное желтело» и уберем из предложения, то смысл предложения существенно не поменяется. Луна сквозь тучи мрачное желтело. Безусловно, пострадает ритм в этом стихотворении. Он ведет себя, как ребенок. Если мы уберем выражение «как ребенок», он ведет себя подобно ребенку, можно сказать, то снова получится бессмысленно, бессмыслица. Он ведет себя. А значит, перед нами составное именное сказуемое и запятая в этом случае не ставится. Давайте вспомним, что «как» можно заменить другими синонимами «потому что» или «в роли в качестве». Как это работает? Пьер, как законный сын, получит все наследство. Если мы подставим слово «потому что», у нас получится следующее. Пьер, потому что он законный сын, получит все наследство. И, безусловно, в данном случае оборот с союзом «как» имеет значение причинности и запятыми выделяется. «Я беру тебя с собой как свидетеля». Если мы заменим в данном случае оборотом в качестве свидетеля или в роли свидетеля, то запятыми этот оборот выделяться не будет. Илюша иногда, как резвому мальчику, так и хочется броситься и переделать все самому. И снова мы видим в этом случае, что очень легко заменить как на «потому что». Илюша иногда, потому что он резвый мальчик, так и хочется броситься и переделать все самому. А значит, запятыми выделяем. «Читающая публика успела привыкнуть к Чехову как к юмористу». «Читающая публика успела привыкнуть к Чехову в качестве или в роли юмориста». Обращаю ваше внимание, что, наверное, из всей части правила вот это умение видеть значение причинности или видеть значение характеристики с одной стороны или по какому-то одному признаку является самым сложным и непростым. Поэтому, если вы разберетесь именно в этой части правила, то тогда все правило для вас не будет представлять никакой сложности. Давайте потренируемся. «Как барс пустынный, зол и дик, я пламенел». Если мы можем заменить в данном случае оборот подобно и убрать из предложения «зол и дик, я пламенел», то тогда запятую мы поставим. «Сосна, как дерево смолистое, почти не поддается гниению». Какое слово сюда подходит, чем можно заменить? Конечно же слово «потому что», а значит оборот, как дерево смолистое, выделяется запятыми. Известно, что корень валерьяна используется как лекарство. Я думаю, что вы без труда догадаетесь, что здесь можно подставить слово «в качестве лекарства», а значит запятой не будет стоять. «Капли меда, как жемчуг». Капли меда подобны жемчугу, но если мы уберем это выражение из предложения, то оно потеряет смысл, а значит перед нами составное именное сказуемое и запятая не ставится. Мы изучали существительное как часть речи. Если мы подставим сюда слово «в качестве» и увидим, что это характеристика существительного только по одному какому-то признаку, то тогда сделаем и верный вывод. Запятая в данном случае не ставится. Пунктационный анализ предполагает, что мы с вами можем увидеть все случаи употребления конструкции с союзом «как». На лугу, как обычно, стояли коровы, резко вздрагивая ушами и отхлестываясь от мух хвостами, жесткими, как бичи. Итак, ответ правильный следующий. Как обычно, мы выделяем запятыми, а как бичи можно заменить оборотом со словом «подобно», убрать из предложения, а значит в этих двух случаях конструкции с союзом «как» обязательно выделяются запятыми. Я пошел домой, сам бледный как полотно. Хорошо помню, как навстречу прошли женщины с девочкой, молодые ребята с любопытством на меня поглядевшие. Обратите внимание, что выражение «бледный как полотно» это выражение устойчивое, значит запятая не ставится, и поэтому в ответе нет цифры 1. А вот как навстречу прошли женщины с девочкой, молодые ребята с любопытством на меня поглядевшие, это уже предаточное предложение, и соответственно запятая в данном случае обязательно. И цифра 2 отмечена как правильный ответ. Что нужно помнить? Нужно помнить, что иногда на экзаменах встречаются предложения, в которых оборот со словом «как» заменен другими сравнительными союзами, точно, словно, будто, как будто и нежели. Но подчиняются все эти сравнительные союзы точно таким же правилам, о которых мы с вами говорили выше. А теперь подведем итог. Итак, 12 правил, когда встречаются варианты с союзом «как». Давайте себя проверим. Если «как» находится в сложно подчиненном предложении перед предаточной частью, плюсик ставим, да, запятая ставится. Если «как» находится в составе союзов перед тем, как подобно тому, как и так далее, конечно же, запятая ставится. Если «как» находится в составе двойного союза, безусловно, запятая ставится. Если мы встречаем «как» в составе «никто иное, ничто иное, как неких оборотов», запятая тоже ставится, и об этом нужно помнить. Ставится также и в водных конструкциях. Давайте посмотрим те варианты, когда «не» ставится. Это, в первую очередь, фразеологизмы. Это слова «не совсем почти просто» и другие, которые мы с вами уже перечисляли. И четыре варианта, четыре замены. Если можно заменить «подобно» и убрать из предложения, мы поставим запятую перед союзом «как». Если заменяется потому, что в обязательном порядке поставим. Если можно заменить «подобно» и нельзя убрать из предложения, значит запятой не требуется. А если заменяется в роли и качестве, то тогда запятая требуется. Я надеюсь, что все эти 12 случаев для вас сейчас не представляют сложности. И вы сможете использовать эти знания при выполнении задания номер 3 пунктационного анализа и, естественно, при написании ваших творческих работ. Желаю удачи на экзаменах! Здравствуйте, уважаемые 11-классники! Сегодня я хотелось бы поговорить о задании 8 из первой части ЕГЭ по русскому языку, которая проверяет знания синтаксических норм. Как же выглядит это задание? Давайте посмотрим. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допущены. В каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. Вы видите два столбика. В первом из них находится пять видов грамматических ошибок. Вам их нужно будет найти в предложениях из второго столбца. Их девять. Вы видите, что количество предложений и ошибок неравномерно. А это значит, что четыре другие предложения будут относиться к предложениям, где заложен тип других ошибок, которых нет конкретно в этом варианте, либо же к предложениям совсем без ошибок. Такое тоже может быть, а поэтому нужно быть очень внимательным. Чтобы выполнить подобное задание, нам с вами нужно знать некоторые темы. Знание каких же тем требует восьмое задание первой части ЕГЭ. Нарушение построения предложения с несогласованным приложением, нарушение построения предложения с причастным, с деепричастным оборотами, нарушение связи между подлежащим и сказуемым, неправильное построение предложения с косвенной речью, нарушение построения предложения с однородными членами, нарушение построения сложного предложения, неправильное употребление поддержанной формы существительного и местомения с предлогом, нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, а также нарушения управления. Вы должны помнить, что за правильное выполнение этого задания вы можете набрать до 5 первичных баллов. Это достаточно много, а значит подготовке именно к восьмому заданию следует уделить пристальное внимание. Мы с вами разберем все эти темы и посмотрим, на какие же нюансы следует обратить внимание. Начнем с приложения. Для того, чтобы выполнить задание, нужно вообще обращать внимание на слово «маркеры». Нужно разбираться в том, что такое приложение, что такое причастный, где причастный оборот, видеть в них разницу и так далее. Итак, что же такое приложение? Приложение – это определение, выраженное существительным, название газет, журналов, картин, книг, географических объектов. Например, гора Какая – Романкош. Романкош будет приложением. Поэма Какая – Мертвые души. В данном случае Мертвые души будут приложением. Что необходимо запомнить? Несогласованное приложение стоит только в именительном падеже, независимо от того, в каком падеже стоит определяемое слово. Например, обратите внимание на неправильные варианты. Мы встретились, отъехав от города Сочей несколько километров. Определяемое слово «город» – приложение вроде «Сочей», но нет у нас такой формы, поэтому в данном случае нужно было переделать предложение следующим образом. Мы встретились, отъехав от города Сочи несколько километров. Помните, что независимо от того, в каком падеже стоит определяемое слово, приложение будет стоять только в именительном. В кинофильме «Войне и мире» Сергей Бондарчук прекрасно сыграл Пьера Безухова. В данном случае предложение можно переделать двумя способами. Например, поставить приложение в именительный падеж. В кинофильме «Война и мир» Сергей Бондарчук прекрасно сыграл Пьера Безухова. Либо же убрать определяемое слово и оставить только название фильма. «В войне и мире» Сергей Бондарчук прекрасно сыграл Пьера Безухова. Обратите внимание, что в последнем варианте падеж будет сохраняться. Следующий вид ошибки – это нарушение в построении предложения с причастным оборотом. Причастие с определяемым словом должно быть согласовано в роде, числе и падеже. Обратите внимание, мы гордимся нашими футболистами, победивших английскую команду. Определяемое слово «футболистами» стоит в творительном падеже. Победивших причастие в родительном, они не согласуются между собой, а значит предложение нужно переделать. Мы гордимся нашими футболистами, победившими английскую команду, чтобы и определяемое слово, и причастие стояли в одинаковом падеже. Определяемое слово не должно входить в причастный оборот. Приготовленные оладьи мамой были необыкновенно вкусны. Причастный оборот разорван одним словом, значит можно переделать это предложение по-другому. Оладьи, приготовленные мамой, были необыкновенно вкусны. Не должно быть замены действительного причастия на страдательное. Обратите внимание на третье предложение. Задание, выполняющееся нами, не вызывает особых затруднений. Это неправильный вариант, предложение необходимо переделать. Задание, выполняемое нами, не вызывает особых затруднений. Третий вид ошибки, на который стоит обратить внимание, это неправильное построение предложения с деепричастным оборотом. Запомните, что деепричастие обозначает дополнительное действие, которое совершает подлежащее. Деепричастие в предложении можно заменить однородным сказуемым. Улыбаясь, он шел по улице. Можно, улыбаясь, деепричастие заменить однородным сказуемым. Он шел по улице и улыбался. Деепричастный оборот не употребляется, если действие, выраженное сказуемым, и действие, выраженное деепричастием, относятся к разным лицам. Обратите внимание, например, подъезжая городу, начался сильный ветер. Можно подумать, что ветер подъезжал городу, а не кто-то другой. Это неправильное предложение. Когда я подъезжал городу, начался сильный ветер. Здесь все понятно. Деепричастный оборот не употребляется в безличном предложении, если в нем сказуемое выражено неинфинитивом. Приехав в Москву, мне стало грустно. Здесь сказуемое не инфинитип, а значит предложение неправильное. Когда я приехал в Москву, мне стало грустно. Дипричастный оборот не употребляется, если сказуемое выражено кратким страдательным причастием. Пример номер три. Сдав экзамены, я был принят в ВУЗ. Когда я сдал экзамены, меня приняли в ВУЗ. Во втором варианте все правильно. Четвертый вид ошибки – нарушение связи между подлежащим и сказуемым. Здесь есть три важных момента. Первый. Род сложно сокращенных слов определяется по ключевому слову. Например, ООН – Организация Объединенных Наций. Ключевое слово – Организация. Значит, слово будет женского рода. Или КФУ – Крымский Федеральный Университет. Главное слово – Университет, поэтому КФУ будет мужского рода. ООН объявил 2020 год Международным годом охраны здоровья растений. Здесь согласованность между подлежащим и сказуемым неправильная. Должен быть женский род. ООН объявила 2020 год Международным годом охраны здоровья растений. Второй момент. Сказуемое согласуется с первым главным словом сложного существительного. Кресло-качалка отремонтировано. Здесь сказуемое согласуется с подлежащим по последнему слову. Это неправильно. Должно быть кресло-качалка отремонтировано, потому что главное слово – именно кресло. В главной и предаточной частях сложного предложения подлежащие и сказуемое должны быть согласованы в числе. Все – те плюс сказуемое во множественном числе. Кто – тот плюс сказуемое в единственном числе. Все те, все, кто интересуется путешествиями, смотрел передачу Орел и Решка. Обратите внимание. Подлежащие «все» не согласуются со сказуемым «смотрел», а подлежащие «кто» не согласуются со сказуемым «интересуются». Предложение необходимо переделать. Все, кто интересуется путешествиями, смотрели передачу Орел и Решка. И, кстати, обратите внимание на подобные конструкции. Они чаще всего встречаются в кимах ЕГЭ именно в восьмом задании, поэтому, если их увидите, будьте с ними предельно внимательны. Пятый вид ошибки – неправильное построение предложения с косвенной речью. Здесь все достаточно просто. При переводе прямой речи в косвенную местоимение глаголы в форме первого лица необходимо заменить местоимениями глаголами в форме третьего лица. Автор утверждает, что я это знаю, а не просто предполагаю. Здесь смешение прямой косвенной речи – это недопустимо, поэтому предложение необходимо переделать. Автор утверждает, что он это знает, а не просто предполагает. Следующий вид ошибки – ошибки в построении сложного предложения Неверное присоединение предаточной части создает неоднозначное восприятие смысла предложения Обратите внимание на первый пример В письме говорилось, что в город едет ревизор, которым управляет сквозник Дмухановский Можно подумать, что сквозник Дмухановский управляет не городом, а ревизором А значит, предложение нужно переделать В письме говорилось, что в город, которым управляет сквозник Дмухановский, едет ревизор Предаточная изъяснительная присоединяется к главному с помощью частицы «ли», выступающей в роли подчинительного союза Поэтому союз «что» здесь лишний Обратите внимание на неправильный вариант Перед дуэлью Печорин любуется природой, а Вернер спрашивает, что написал ли он свое завещание Перед дуэлью Печорин любуется природой, а Вернер спрашивает, написал ли он свое замечание Завещание Опускаем союз «что» и предложение становится правильным Следующий вид ошибки – это ошибки в построении предложения с однородными членами Их достаточно много, но практически все они встречаются в восьмом задании Поэтому разберем их Каждый из однородных членов должен быть грамматически соотнесен с общим словом Раскольников придумал и восхищается своей теорией Здесь глаголы сочетаются с существителями в разных падежах, а поэтому нужно предложение переделать таким образом Раскольников придумал свою теорию и восхищается ею Слово «теорию» требует винительного падежа, а слово «восхищается» требует после себя творительного падежа Следующий нюанс – каждый из однородных членов должен быть лексически соотнесен с общим словом Натянуть и выстрелить из лука непросто Действительно, лук в принципе натянуть непросто, потому что натягивается не лук, а тетива Следовательно, нужно переделать предложение Натянуть тетиву и выстрелить из лука непросто Если однородные члены прилагательные или причастие, они должны быть оба в одинаковой форме Либо полной, либо краткой Книги эти интересные и хорошо иллюстрированные Предложение построено неправильно, потому что в нем однородные прилагательные стоят в разных формах Его можно переделать двумя способами Книги эти интересные и хорошо иллюстрированные В обоих случаях используется краткая форма Либо же книги эти интересные и хорошо иллюстрированные Используется полная форма Если перед однородными членами предполагаются разные предлоги, то их нельзя опускать Толпы людей были повсюду На улицах, площадях, скверах На улицах и на площадях верно А вот в скверах требуют другого предлога Поэтому нужно его вставить в предложение Толпы людей были повсюду На улицах, площадях, в скверах Все однородные члены должны стать в том же падеже, что и обобщающее слово Жизнь крестьян изображена в произведениях русских классиков Гоголь, Тургенев, Толстой Обобщающее слово «классиков» стоит в родительном падеже А следующие за ним однородные члены предложения в именителе Это неправильно Жизнь крестьян изображена в произведениях русских классиков Гоголя, Тургенева, Толстого И обобщающее слово, и следующие за ним однородные члены предложения Стоят в родительном падеже Нельзя смешивать родовидовые понятия в ряду однородных членов. В пакете лежали апельсины, сок, бананы, фрукты. Фрукты у нас являются родовым понятием для таких слов, как апельсины и бананы, поэтому предложение нужно переделать. В пакете лежали сок и фрукты, бананы и апельсины. Нарушен порядок слов при использовании двойных союзов, повторяющихся союзов. Части таких союзов должны стоять непосредственно рядом с однородными членами предложения, а не в нескольких словах от них. Можно утверждать, что настроение было не только главным для создателя стихотворения, но и для читателей. Часть двойного союза стоит не перед однородным членом предложения. Можно утверждать, что настроение было главным не только для создателя стихотворения, но и для читателей. Части двойного союза постоянны. Их нельзя заменять другими словами. Не только, но и, если не, то и так далее. То есть нельзя взять две части из разных двойных союзов и соединить их в один. В Африке мы наблюдали много особенностей, как в природе, а также и в людских нравах. Нет в русском языке союза как, а также. В Африке мы наблюдали много особенностей, как в природе, так и в людских нравах. Этот вариант правильный. Следующий вид ошибки. Неправильное употребление падежной формы существительных местоимений с предлогом и без. Часто встречающийся вариант в восьмом задании, поэтому обратите внимание, что предлоги согласно, вопреки, благодаря, сообразно, наперерез, подобно, употребляются только сдательным падежом, который отвечает на вопросы кому, чему. Вопреки обстоятельств, благодаря старания, это неправильная форма. Она существительные стоят в родительном падеже, а должны стоять в дательном, вопреки обстоятельствам, благодаря старанию. Предлог по в значении после чего-либо, в результате чего-либо, употребляется только с предложенным падежом. По окончанию срока по приезду в Крым неправильная форма. Правильными будет по окончании срока по приезде в Крым. Следующий вид ошибки – нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм. Здесь тоже все достаточно просто. Разберем на примере. Сестра читает книгу и пересказала ее брату. Здесь два однородных сказуемых. Читает, стоит в форме настоящего времени и это несовершенный вид, пересказала в форме прошедшего времени и совершенный вид. Такого быть не должно, поэтому нужно переделать предложение. Сестра прочитала книгу и пересказала ее брату. И последний вид ошибки – это нарушение управления. Он всегда уделял внимание на свое здоровье. Неправильное управление между глаголом. Он всегда уделял внимание, чему требует после себя дательного падежа своему здоровью. Автор противопоставляет настоящую дружбу к предательству. После глагола в данном случае тоже должно стоять существительное в дательном падеже. Автор противопоставляет настоящую дружбу к предательству. В качестве поэта, чьи стихотворения используют в песнях современные исполнители, можно привести к примеру Бродского. В качестве поэта, чьи стихотворения используют в песнях современные исполнители, можно привести в пример Бродского. Глагол «привести» требует после себя предлога «в». Возвращаемся к нашему восьмому заданию и посмотрим. 5 грамматических ошибок и 9 предложений. Нужно было определить, какой грамматической ошибке соответствует определенный номер предложения с той ошибкой, которая указана. Посмотрев все эти предложения, можно определить, что нарушение связи между подлежащим и сказуемым у нас в... Третьим предложением. Все, кто бывал в небольших городах Италии, видел каменные мосты, заросшие плющом, и обветшалые старинные мраморные фасады знаний. Обратите внимание, подлежащие «все» не соотносятся со сказуемым «видел». Ошибка нарушения в построении предложения с несогласованным предложением у нас находится во втором предложении. Чтобы вообще найти эту ошибку, просмотрите все предложения, найдите названия картин, книг, фильмов, возможно, географических объектов, и, скорее всего, ошибка будет именно там. Картину «Шишки на корабельную рощу» считают одной из самых величественных по замыслу картин художника. Обратите внимание, у нас есть определяемое слово, а значит, при нем приложение должно было стоять в именительном падеже. Ошибка в построении предложения с однородными членами находится у нас в четвертом предложении. В журнале «Этнографические обозрения» Ужаков не только опубликовал ряд статьй об обучаях, но и о поверьях русских крестьян. Часть союза стоит не перед однородным членом предложения. Ошибка «Неправильное построение предложения с дейпричастным оборотом» находится у нас в пятом предложении. «Прочитав преступление и наказание, судьба Сони Мармеладовой поразила меня». Стоит в безличном предложении, сказуемое не в инфинитиве, а значит, это ошибка. Нарушение в построении предложения с предчастным оборотом находится у нас в первом предложении. «Жители островов до сих пор не могут оправиться после цунами, обрушившиеся в прошлом месяце». Определяемое слово «цунами» не соотносится с предчастием «обрушившиеся». Таким образом, у нас с вами выведен ответ, каким образом нужно было расположить предложение в соответствии с грамматическими ошибками. Ну и повторим то, о чем мы уже говорили. В задании 8, 5 видов грамматических ошибок и 9 предложений. 4 предложения из них могут относиться либо к другим типам ошибки, либо к предложениям совсем без ошибок. Не удивляйтесь, если это увидите. Необходимо различать словомаркеры, то есть знать, что такое приложение, различать предчастный, идеи предчастные обороты и так далее. Поэтому я вам желаю удачи в выполнении не только 8 задания, а и всего экзамена по русскому языку. У меня все. Большое спасибо. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!